Очень весёлая Очень весёлый, очень отзывчивый В любой момент, когда к нему не привела судьба обратиться за помощью В любое время дня и ночи, вот он всегда готов прийти на помощь Очень старательный и при всём при том очень скромный человечек Вот всё, что есть, это его И он всегда готов поделиться этим Никогда не замыкается в себе То, что касается истории села То здесь, я считаю, равных Сергея Николаевича нет Это, пожалуй, самый необычный урок истории в обычной средней школе У восьмого класса факультативное занятие Краеведенье Здесь не только рассказывают об истории Ставрополья и родного села В руках у школьников не копии, а реальные документы Пожелтевшие и истрепавшиеся за несколько сотен лет письма и рапорты Кто-то может даже попытаться сейчас прочесть этот документ Ну, безусловно Вы, конечно, удивлены, что это не робот писал Понятно всё, разборчиво на самом деле Единственная, после заморочка, это графика революционная Буква И привычная нам пишется, как древнерусская или английская или немецкая Иногда и твёрдые знаки, или яти Значит, в конце слова Значит, ну, если и желающие могут на скорость, естественно, попытаться прочесть Учитель-краевед Сергей Николаевич Котов знает каждую дату мирового значения наизусть Особое внимание уделяет истории Ставрополья Поэтому он уже давно вышел за рамки стандартных уроков Молодёжный подход к занятиям, меньше длинных записей под диктовку, больше общения Всё же начинается у нас с корней Я всегда детям объясняю, что человек, который не знает истории Это всё равно, что подрубить корни свои, и дерево засохнет Поэтому всё начинается с семьи, родного двора, стен школы, родного края, региона И отсюда страна На уроках часто Сергей Николаевич показывает какие-то старые документы Может быть, предметы старого времени Сергей Котов родился в селе Казминском, закончил местную школу После получения высшего образования вернулся в стены родной школы Учителем истории Его бывшие педагоги стали коллегами Я знаю его давно, ну, собственно, 30 лет Потому что как приехала в пятом классе, взяла этот класс И была его классным руководителем с пятого и по одиннадцатый класс Уже тогда, в пятом классе, это была такая уже сформировавшаяся Маленькая, но сформировавшаяся личность Которая знала, что ему нужно в жизни и чего он хочет Жил и дышал историей Любил играть с детьми в уроки истории Рисовал карты, гонял их по картам Знания проверял, карточки с датами делал В моей педагогической практике, почти 40-летней Пожалуй, да, я с уверенностью говорю, что более целеустремленного Более увлеченного вот своим каким-то делом ученика Я не знала, меня не было Я, помнится, был в четвертом классе или в третьем И как-то отдыхал в санатории в Анапе И тогда я впервые, наверное, прикоснулся к таким вот знаковым памятникам истории Кавказа Это музей под открытым небом Гаргипе Археология, раскопки Турецкие ворота в Анапе Вот тогда уже было интересно Вот, и в школе, естественно, всегда интересовался историей Учил историю В школе, я помню, как-то очень интересовал меня 17-й век почему-то Не знаю почему Вот, интересовала всегда древность, восток Сейчас и уже продолжительное время, собственно говоря, мне, безусловно, нравится история нашего региона Кавказ, Ставрополь, Кубань Публикации первые как раз-таки по различным аспектам социально-экономической истории, культурной истории нашего региона Имеется в виду при Кубани, крестьянского населения, первую очередь Сергей Котов, почетный работник общего образования Обладатель знака за заслуги в развитии детского туризма Неоднократный победитель приоритетного национального проекта «Образование» В этих достижениях просматривается его стремление и его удивительный талант включить в эту работу, в эти достижения учащихся Потому что всегда не носят в этом плане, конечно, коллективный характер Поэтому пожелание, наверное, такое было бы у каждого директора И, кстати, все, кто не касается его работы, знакомства, опыта с ним В этом смысле нам белым образом все завидуют Вот, хотелось бы, чтобы таких специалистов в наших школах было больше Но о своих достижениях говорить не любит Скромно добавляет, чтобы добиться высот, необходимо любить свою работу Всегда, конечно, хочется сеять доброе, умное, вечное Вот, я думаю, наверное, иногда это получается Вот, иначе бы, ну, наверное, бы это сразу уже понял и сменил профессию Фотографии, старые кинопленки, награды, дореволюционные печатные издания, одежда, обувь, украшения Предметы быта, от древности до современности Археологические находки и настоящий раритет Спускаемая капсула космического аппарата Почти три тысячи редких экспонатов В местном школьном музее Сергей Котов проводит большую часть своего рабочего и свободного времени Здесь проходят уроки истории, выставки, творческие встречи, семинары и конференции В школьном музее, собственно говоря, пять залов И один из них, в который мы попали, это зал истории и этнографии И здесь материалы собраны, музейные предметы, которые рассказывают об истории возникновения села Казминского И особенности его развития вплоть до 30-х годов 20-го столетия Самые талантливые и заинтересованные ученики Сергея Котова стали активистами музея И их количество ежегодно растет Они победители Олимпиад местного, краевого и даже всероссийского уровня Лучшие юные экскурсоводы и подающие надежды историки Каждый четверг у них день музея, работа всегда найдется Следим за сохранностью предметов, музейных экспонатов Пыль убираем Добавляем какие-нибудь предметы Пописываем Пописываем Старинные Ищем информацию В газетах Дополняем архивы Печатаем военные письма Переводим их в печатный вид Делаем музейные книги Знаем больше информации о нашем музее И о нашем селе Чтобы потом нашим внукам или детям рассказать о истории нашего края и села Сергей Николаевич хороший руководитель? Да, очень Почему он вам так нравится? Потому что он очень хорошо рассказывает, у него развита речь И он умеет заинтересовать человека, который слушает его Слушать А вот еще одно новаторское решение Лучше всего дети изучают историю, сталкиваясь с ней лично Активисты лично пополняют фонды музея В школе проводим ежегодную акцию, которая называется «Школа в дар музею» И в ходе ее мы осуществляем комплектование фонда Вот в этом году, естественно, краеугольная, как бы, знаковая тема является юбилей села И поэтому все, что мы будем искать в этом году вместе с детьми А это все классы участвуют в этом Будет посвящено истории села Казминского А еще традиционными стали дворовые обходы Активисты стучатся в каждую дверь, общаются с жителями села А они, в свою очередь, с удовольствием находят на чердаках будущие музейные экспонаты И не важно, насколько древние, история – даже то, что было пару десятков лет назад Все это, естественно, с детишками, потому что в одиночку по селу бегать очень сложно И самое главное, они являются разведчиками, информаторами Они знают, какой бабушке отправиться и как с бабушкой говорить Майка такая, купольная Люлька детская Пешка, а ты экспонат Давайте выберем музей Мальчишки, ну что я вам хочу сказать? Я вам хотела их очистить, оттереть, удалить всех тараканов Да, в Клич мы в итоге после посещения стали получать огромное количество предметов Которые имеют безусловно музейное значение, связанные с историей церкви Бабушки вспомнили священников, сказали, у нас есть фотографии Значит, пошло, поехало И в итоге, вы видите здесь и тоже фотографии интересные представлены Детали облачения священника и так далее Какие-то, вот вы видите здесь, иконы, значит, написанные в 19 столетии Это все, естественно, из личных коллекций Дети приносят, родители передают Что-то мы делаем, выставляем на экспозицию на временное Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Да, туман, потому что. Ясно. Тяжело. Как вы успешны? Колобком. Так, как вы это сделали? Дима, привет. Дима, привет. Ну, было сложновато, но это того, что было. Было клево. Переживая, даже если какие-то трудности, уметь их, эти трудности преодолеть, остаться при... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...